Всем привет дорогие друзья, с вами мистер Фокус Сэм и мы начинаем трансляцию Хон Тур номер 3, второй цикл, Сильвер Дивизион и у нас сражаются команда ФМ и команда Лав О. Со мной сегодня будет сакастить на Фане, который скоро должен прийти. Итак, эти команды я еще не стримил, не видел, вот поэтому что от них ожидать я не знаю. Мы смотрим на баны и уже банят у нас слона, рапсаде, папет мастера и думают над последним баном. Ну слона в принципе правильно, рапсад тоже противный саппорт, который вообще противный, то есть на линии очень много харасса, дэмэджа, а также хил и ультимейт, который спасает всю команду от верной смерти. Так, забанили Фараона, довольно таки интересно, но тут показывает Темпеста, да, Темпесту очень легко сбивать ультимейт за Фараона, но тут ферст пик Паразит. Паразит забирает команда ФМ, Паразит кстати тоже контрит Темпеста, поэтому немножко ребята присчитались. Так, а вот и на Фане. Привет, на Фане. Здравствуйте, Зла. Здравствуй. О, забирают Сивблейда, команда Хиллбанна. В принципе, неплохой ответ на Паразита. Интересный, ну да, опи герой, но опи герой. Интересный был банк Фараона, уж Сидми его не хочет видеть, команда Лав. Ну, ты видишь, они тут Темпеста показывают, то есть Темпеста очень легко Фараон ультимейт сбивает, а тут бац, Паразит появился. Да, конечно. Тут уже и Призонеров показывают. Призонеры забирают команда ФМ. Вообще, я эти команды не видел, как играют. Впервые о них слышу, честно говоря. Можно подумать, что Лимос и Ностер пикнет Сивта на Суицид и пикнет БХ против Паразитов, так как БХ контрит Паразитов. Очень серьезно. Но он решает пикнуть Девауэра. Девауэр, да. Мне тоже этот пик заставил задуматься. Ну, это что, Девауэр? Либо Мед, либо Суицид. Представляешь, что это будет Медовый Девауэр с Гласиусом? Ну, почему Гласиус со Суфтом? Старая Мета. Ну, Суфт может так же легко пойти на Суицид. Да, но я думаю, они Суфта тут Кэрри возьмутся. Это ребята в среднем 1700 ММР, насколько я знаю, имеют. Вот тут у Легиона, в принципе, все читаемо. Призонер Торт, Паразит в лес. Может даже во Вражеский лес. Ну, все-таки я думаю, что сейчас команда Хиллборна возьмет Гласиуса на даглл-мит. И если им разрешат пикнуть БХ, они его возьмут против Призитера. Я не думаю, что они настолько Трайхарда, чтобы брать Бладхантера. Во-первых, это вот такой кей потенциал. Просто очень сильный герой, что против Призитера. То, что Крепа съедается? Да. Посмотрим. Но Гласиуса, я думаю, надо пикать, потому что Гласиус тоже контрит этого паразита. И под Свифта хорошо заходит. Если Бладхантер будет стоять один на демон, 100% уйдит. И будет манат на буте, через Свифта и там любой саппорт. То есть, Хард выигран, мит выигран. Все хорошо для команды Хиллборна. Да, но тут Хиллборн думает, что пикать. Уже идет дополнительное время. Да. Воздумывается, они тут над пиком Гласиуса, стоит ли это делать. Он пикает Крайкена. И решает пикнуть, наверное, Suicide. Ну или... Или мит. Или мит. Может, и Вауру вообще будет руламить? Кто его знает? Ну да, неплохой герой для рулана. Посмотрим. Да, сейчас нужно банить... Кэрри команды Хиллборна. И саппорт в команде Редион. Потому что их не имеет силу. Команды Хиллборн, да. Да, но тут уже банят Хагу, силуэтку. Да, это очень сильный герой. Особенно в руках команды Редион, я считаю, неплохо зажит. Да. Но она хорошо заходит в прямых руках. Просто, в кабану Хиллборна пикнуть только три милишника. А есть такой интересный факт, то что силуэт выигрывает любого один-один милинг. И так как пикники непростые три милишника, герой, который в теории могут пойти на суицид, силуэт очень плохо зашла. Да, поэтому бан очень оправдан. Да, репульсеры банят. Но за репульсером не угнаться просто. После шестого левела. Репульсеры это очень сильный конфетенциал. Да, а в лейтгейме вообще не убить. С БКБ вечно жить будет. Да. У меня тут соседи затеяли ремонт. Слышно, как дрель работает? Или нет? Не сильно. Не сильно, вот. Вовремя они захотели. Да. Пока тут игра начиналась, тут команды переписывались и говорят, что мы на Т общаемся, нам удобно. То есть они не в скайпе сидят, а... Ну, это очень трой-харт. Просто, ну, профессиональные команды, шведы и что-то типа серфисов, они делают именно так. То есть играют команды, но общаются через... Да. Войс в игре? Ну да, это тот же серфис, айслайн был гол. Да. Посмотрим. Просто я, допустим, очень часто вместо Т могу нажать на R и использовать ультимейт. Просто... Допустим, за призонера. Эти игроки играют в ХММР, и им проще играть, сконцентрировавшись на своей роли. Поэтому они делают именно так. В принципе, я согласен. Тут у нас банят М-патку и Баблсон. Ну, М-патку, понятно, почему. Чтобы не было Монако на боте через Свифта. Потому что это очень сильно. На Баблсон... Да нет, там на боте я не думаю, что Свифтблейд пойдет. Вот 1700 ММР. Нет. Такие команды. Она просто под Свифта хорошо заходит сама по себе. Ну да. Запонили Баблса. Хотя есть такой герой, который стоит на суициде, и он достаточно легко, это Мэдмен. Да, которого показывает команда Легиона. Им не то, чтобы легко стоять. Просто очень дешевые билки и очень огромный демиджинг. Именно можно фармить и мешать в фражеском карьере. Но Свифту, конечно, не силит, не мешаешь. Ну это да, но все равно хороший хардлайнер. Да. Этот Мэдмен. Опять же, есть возможность пикать Бладхантера у команды Хеллборн. Ах, те, к чё им сука? Это не этого Бладхантера пикать. Это слишком... О, Ворсекин Арчер. Да. Я ждал многого. Ну, такого сильного героя я, конечно, не ждал. Забыли про него немножко в компетенте. Не, ну тут страта такая-то, что... Торт может всех стянуть в одну точку, Кризонер всех стягивает в одну точку, и Ultimate Force туда залетает. Если правильно использовать магию, то можно убить всю команду за один фрук плюс 7 уроков. Ну, с лизер, это... То есть команда навекает на пуш. Пуш. Да. Мне кажется, это просто лизер. Потому что на пуш у них больше ничего и нет. Просто с лизер пикают как... Ему качают 1-2 на 1, и Макса 3-й скидывают, чтобы... Ну, змейка с одного удара смыслами не убить, и они еще добавят не клоу. И в подвечении... Регион завершает свой пик Лоддстоуна. Ну, Суэйдсайдлестант. В том числе сильно. Ну, у региона все читаемо. То есть Лоддстоун Хардлайн, Форса, Соло, Изи фармит крипочков, дабыкет призонер торт, паразит в лесу, а там Блиц. А в Хеллборне все непредсказуемо. Мне кажется, это... Так, сейчас надо подумать сначала. Свифт кейли, Блиц вместе с ним. Слизер может Мир будет стоять, Соло, Адэва бегать. Да, но все равно, мне кажется, что была ошибка, то, что они взяли... То, что они не взяли место Глассиуса, место Слизера. Потому что Глассиус был профитный. Он дает ману, чтобы Свифт крутился очень много раз. Может задизейблить на очень долгое время, чтобы Диаба охотнула под табор. И считай... Ну да, Глассиус. Уже есть профит. Поинтереснее. Ну, посмотрим. Да, в принципе, если Диаба охотнет, то от него просто уже не уйти. Слизер дает первый скил и все. Да, но у нас что-то слизер не загружается. Может какие-либо неполадки? А, нет. А, нет, все-таки неполадки. Видишь, он отлетел. Убросили репик. О, РМК сделали. Ну, ладно. Сейчас перезайдем. Бывают проблемы с интернетом. Их не избежать. Да, бывает. Подождем, как зайдет. Так. Ну, у Хеллборна такой интересный пик. То есть, на пик или... Блиц может... Изи выгонять сусайдера. Просто вешать второй скил и караси филл. Так что, тоже не такой герой до спорта. Да, но мне интересно, что будет делать Девауэр. Да, Девауэр это такой на напиши герой, который может решить всю игру. Ну, если он будет гангкать... Ну, если он будет гангкать... Удачный гангкать. Да. Если он будет гангкать... То он может реализоваться. Посмотрим. То игра закончится очень быстро. Так. Команда уже потихоньку загружается. Так. Ну, мы начнем через минутку, я думаю. Ну, мне кажется, что игра очень интересная будет. Посмотрим. Есть Девауэр. Так. Что, загружаются? Почти. Почти все зашли. Пользуясь случаем, и даю привет профессиональному игроку Старсик2. Да. Он смотрит наш стрим. Что-то у нас тут... Да, вылетает. Заходит, вылетает. Может быть, замена? Да нет, он перезайдет. Ребят, давайте вам 10 минут. Пошел. По времени косяк. Ладно, я думаю, все будет нормально. Сейчас зайдется. Все уже отключится. Да. И посмотрим на эту игру. Так, ну Forsaken Нарчер, по идее, выигрывает у любого вражеского героя, который там будет стоять. Если только свифта вместе с блитцом не поставят на хардлайн. Ну, я бы не сказал. Один на один свифт может убивать. Forsaken? Да. Это надо тапок быстро купить. Да нет. Там простая схема. Крутишь крипов, отводишь следующую пачку в лес, и вот у тебя уже есть этот кофсам этапок. Понимаю, но посмотрим. Ну, просто с блитцом это, считай, 100%. Либо она не будет фармить, либо она будет умирать. Да. Только такой вариант, возможно. Ну, ребята, я думаю, не будут заморачиваться и поставят лайны стандартно. Да. Фил Гуд что-то завис, скажешь. Да нет, он перезаходил в игре, когда первый раз заходишь, долго грузит. Это мне знакомо. Да, все герои поставили, молодцы, а то сейчас начался бы капитан Крик. В принципе, я не помню, я не засвидел. Ну, все, ребята, пикают. Ты, кстати, сел на слад, да? Да, все нормально. Так, все хорошо. Что же, мы начинаем? Игра обещает быть интересной. Посмотрим, что нам покажут эти команды. Желаю удачи Devour. И поехали. Все, у нас все началось. Сверблэйд у нас лесной. Сверблэйд у нас лесной. Это уже интересно. Слизер, получается, соло будет ставить. А Дэвы вместе с Блитцом на хардлайн будут... На напице. Форсу. Будут убивать форсейки Нарчер. Или не давать ей фармить, как минимум. Форсу у нас тут стартом оказывается. Немножко я просчитался. Я думал, Призонер, Торт, Дабл, Мид будет... Я тоже думал насчет Дабл, Мид будет. Но решение не рисковать ее оставить. Ну, тут, в принципе, и на Миде Краген против Призонера. Я думаю, Краген посильнее будет. За счет пассивки. Интересное решение Призонера, потому что он покупает себе в лес свой. Ну, все равно... Как они не будут мешать? Да нет, нормально, на самом-то деле. Просто во вражеском лесу опасно идти немножко. Все-таки это не пап. Просто мне кажется, что немножко не купцы. Да нет, все нормально насчет этого. Он предполагает, что Свиблэйд на топе будет. Он с рифта никак не заганкает. Это поразит. То есть вообще никак. Вот, заметьте, лайны поменяли? Как увидели Девавара на боте. Призонер стартом, а Форсекин Арчер будет против Крагена. Да. Ладно, посмотрим. Что будет? Ластон тут... Терпеть будет. Форсекин Арчер легче стоит на лине, на Миде против Крагена. Она рейнжовая. Но Краген, я думаю, будет фармить все равно. Сейчас второй левел апнет. Так, у нас Дейва смещается на миде. Интересно. А, Дейва вместе с Битцом. Все-таки они хотят не дать фарм Форсекин Арчер. В принципе, правильно. Если у Кэрри не будет фарма, то выиграть значительно легче. Как, ну, Ластон тут вместе со Слизером стоит. Так, Краген... Краген Хардлайн против Призонера. Хотя, что он боится этого Призонера? У него есть второй скил. Надо выходить, фармить. Да, он, конечно, лисчейк. А, он второй скил выкачал, понятно. Не, ну, в смысле, бояться нечего. Вот уже пассивочку взял. Спокойно, иди, фарми Краген. Ну да. Призонер не может наместить летальный демидж на ранних урнах. Призонер без щитка. От Краген будет демидж получать довольно-таки неплохой. Попытка выхукать. Девауэр пытался. Ну, Свифт у нас фармит лесочек. Довольно-таки неплохо. Три сила. Да, вторая минута, третий левел. Когда Паразит беру. Да, скоро у него ботл будет. Я пачки. Паразит забирает на боте дабл демидж. Но снимал... Может циканбить. В принципе, можно убить. Девуэр можно убить. Раду блеца есть ускорение. Ну, нет, он решает фармить. Фармить крипос дабл демиджем. Отличный хук от злауры. Нам, мне кажется, все равно не будет. Выхукали, да, Тартаев что-то это пропустил. А Тарта-то могут забрать, замен Блор. И это было плац. Но Дева тут должен зохнуть. Так, форсад что-то не дала первой способности. Тарта-то еще не промахнулся. Она могла попробовать сейчас блеца убить. Ну ладно. Там на боте призонер гоняет хракена. Кстати, прекрасные ворота хракена. Я уже думал, это будет фраг. Ну, прайзер даже из крипания вылез. Слизер почти не пропускает крифов. Да, да, почти. ГПМ посмотрим. По ГПМу 200... Ну, почти 300 у Дева. Дева имеет присутствие, что он забрал хракена. Да, понятно. Так, бутылка у нас у Сью Блейда. Курьера апнули. Так. А форсайки Наршер у нас на сапогах. Но это ее не спасет, если Дева попадет куком. Вообще никак не спасет. Ее не спасет и торт, который вырубает импелменты, когда стоит за тавером. Да. Ну, может, мисклик. Бывает. Да. Может, хотел на Кью нажать. Так. Дева... Высосал на полсекунду. Дева, сколько вы никуда? Шибко. Тем временем на топе слизер себе грейдит кольцом, чтобы был на регене армор. Это очень профитно, мы считаем. Ну да, и он может запушить. Так что там на боте, на боте Кракен гоняет призонера. Ну, призонер не сидел. Они меняют все роли периодически, да? Да. Ну, сейчас Кракен с Ботлом. Кракен как-то поувереннее себя сейчас чувствует. Возьмет шестой уровень, может убить. Купил себе скраб, видимо. На медиа ганг на Деваура, и Деваура может отъехать. Тут приходит Блиц, дает ему ускорение, но нет. Хотя может попробовать убить паразит, он видит паразита, а это минус паразит. Да. Экшн, экшн, я вижу. Так, стан. В жарной артанах, что-то Блиц немножко нагреет. Может, употребить фарсад так-то посильнее, но нет. Фарсад понимает, что вот тут Дева уже летит. Слизер имеет очень интересный скилл билд, он не максимальный скилл билд, он не максимальный скилл билд, он не максимальный скилл билд, не вардый. Ну, он... Немножко того, немножко того, знаешь. Ну да-да-да. Всего понемногу, так сказать. Писионер себе купил скраб, видимо, это выход на Чилис. Да, тут скелетики выходят у нас Бороздиц. Так, ух, Кракен зацепил, забрал собой призонера, но Кракен должен умирать, просто без шансов. Вот она-то, долгожданный Чилис, Кракен, в Кракене сможет отпеваться, иметь мануни, ну, и видим. А это чей щиток? О, призонер решил себе взять щиток. На шестой минуте, довольно-таки интересное решение. Чтобы не получить дэмэж от крипов, логичнейший. Не, ну он мог в стартовом закупе взять щиток. Ну, видимо, и мог тот, и мог тот момент, это мне нужно было. А, ну тут форсак, как-то опасно, стоит на миде, дал бы Стан Блиц и Дэву убил. Я не заметил, но Лукстон пошел на лайм тоже с плюс-два армора, то есть это какой-то выход, тот же в кольцо, которое даст маныш. Ведь Лукстон манозависимый герой. Ну так-то второй скилл прожимаешь, и все. Да, только он стоит все. Не, он больше хп зависит на этот вот Стан Блиц. Ну, хотя и леву действие, по правдому, он же имеет терморку против лидера, который участвует в хрессе. Кстати, заметил, у нас в Форсаке Нарши через плюсы играет, не через пятницу. Дэва, очередная попытка выхвакать. А мне интересно, зачем Дрис дает скорость, а Дэва... А, первый скилл? Нет, он дает просто скорость на Дэва, чтобы Дэва разогнался и выхвакал. А, ну может. Он мог бы на себя дать скорость, застанет, а Дэва попробовал бы выхвакать. Это уже такой момент. Так, что у нас по ГПМу сейчас? 300 ГПМ имеет Призонер, 310 у Слизера. Слизер ульт-мит, крипов, отличный ульт. Ну, что, я вам просто прошел ульт-мит. Да. Ну, чтобы запомнить телефон, видим, все-таки неплохой формейт. О, он играет, когда облицает. Берет этот предмет, который не засыпал в химике. Кстати, на бот опять выходит паразит. Второй скилл ульт-мит призанера, Кракен дает сейв культимейт, но не знаю, вряд ли это его спасет, да. Тут второй раз подряд убивает Кракена. Наверное, Кракену стоит задуматься насчет того, что будет из Лайна. Или поставить варт хотя бы. А на миде проблему форсики-нарча, форсики-нарча забрали. Дэва, видимо, ее съел. Насчет хубка не знаю, я проглядел. Наверное, он попал в комы, используя ульт-мит. Только так, мне кажется, не будет. Ну, и тот, наверное, промазал стану, даст не смогут быть. Нет, Кракен опять бежит на бот. Но ему надо дождаться кулдауна своего ультимейта и что-то уже делать, потому что... умирать по ПКТ на Хардане как-то не очень, когда тебя действует. Для команды. Куда ищи, ты не имеешь фарм, и... Усмотри, как форсики-нарча подставилась там. Как истанку. У Дэва не хватает 15-ти маны, чтобы есть форсов. Не, вот Дэва прям прекрасно затаймил. То есть, ваш сад ТП-шнулось. Микромоменты. Ну, однако, у них есть право на ошибку, так как они имеют слизеры, которые... Так, кстати, Сьюфблейд дали инвиз, Сьюфблейд седьмой уровень, Сьюфблейд уходит на мид, а тут у нас антивард. Я совсем забыл про Сьюфблейду. Кстати, у меня не хватает на каст, к сожалению. Не хватает? Ну, через 10 секунд будет. Тут Дэва хуки просто так никуда дает. Просто мне нравятся вот эти свисты, которые вместо плюсиков скачают третий скилл и думают, что это профитным. Ну, по тебе, да, в этом есть какой-то профит, ты сможешь крипа добить. Ну, один плюсик. Да, не, вообще, крипов на единичку хватает. Ну, ладно, не мы играем, он играется. Ну, да, да. Его решение. Это уже стиль игрокам. Да, на бот опять выходит паразит. Кракен уж понял. А, он поваду видел? Скилл билд Кракена. Так, а как Лостон убил тут Слизера? Наверное, это проказ Слизера. Хотел Слизера, 777 хп, 777. А, еще заметь этот клевый скилл билд от Родрижа. Родриго. Да, Максусу намер чаш, что-то он решил пофайде-то с Близонером, но это такая не очень идея. Да, просто Кракен. У него был. Ошибочный скилл билд. Многие игроки на Кракене думают, что Снамичер чем-то полезен. Ну да, он полезен, только после его надо максить. Но когда на нем Лимп играет, да, он полезен. Ну, лучше замаксить колец. Сначала. Ну, дай посмотрим, что Снамичер. КД на 3 секунды уменьшает дэмиджа составом побольше. Ну, в принципе, если его прессионер КД хукает и попадает этим фон, то это более-менее профитно. Ну, однако, он просто считает, что Снамичер стоит на Харде, а не бесполезный игрок. Ну, что-то 0-3-0 Кракен, он ставит свои ультимейты, чтобы задевать себя. Вот, наконец-то он понял, что надо пойти на мит. Ну, у него откуда у него все, у Снамичер. Ну, у него Снамичер замахшенный. Он может что-то с ним сделать. Да-да, привести, нанести игнорный дэмидж. Да, ну, его, мне кажется, увидели Боварда. Вот этот Вард должен. Чтобы им это сделать, с ним надо перейти в упор. А вот Паразит. Утимейт, первый скилл. Что-то, лис, кого убивать. Надо убивать Кракена. Промахивать с фасом первым скиллом. Да, там, пенсионер обходит ее. А Кракен сейчас может в деревья, хотя, наверное, лучше уйти. Ну, все, он не нравится. Опа, хук. Здравствуйте, мистер Кракен. Стан. Ой. Ох, какой хук, как бы его. Прям по красоте, но Кракена это не спасет. Фаса оставит у ТМС, может даже Блица забрать даблкил. Прекрасно. Мне понравился играть от Фасы. Красиво. Так, ну, Слидер понял, что надо было сон это гонять. Смидасом с лизерами 300 гпм. Это маловато. А у нас призонер под 4 сотки фармит себе инсанитариус. Так, нет, дева, дева живой. Все девы у нас на гастах. Вот так вот. Больше мобильности, больше дэмэджа с руки. Так, мне показалось или паразит что-то себе приобрел? Логсфонг себе крушен клаус. То есть 3 единицы силы. Ну, через. А, через точно. Чтобы хватало маккул рассказ. Вообще, через профитная штука. Особенно маккул героев Логсфонг. Чтобы использовать магии. Кстати, Тарта видит в инвизе станд. Кракен попадает. Смотри, в никуда дают скиллы и убивает Тарта. Отличная игра. Но вот это вот антивард, который поставил Блиц, он зарешал. То есть Кракен попал вторым скиллом, решил дать ультимейт. И не предгадал. Скоро, письменник купит на санитариусе, там уже начнутся дикий дэмэдж. Да. Дэвел пытался выхватить в Forsaken Archer. Что у нас в Свифт? Сьюз, 9-й левел. Имеет 270 гпм. В лесу. Так, Лостон делает ТП. ТП на мид. Тут видят Кракена. Форса сейчас... Кракен может умереть, если сейчас... А вот, да, я стал в Девауру и решил левить Дева. Да. Атакен бегает, это спокойненько. Отличная реализация у Лостона. Мы сделали ТП. Да, я сделал ТП, но Лайон свой петел. Да, слизер с Кроши. Да. Ну, слизер у нас все-таки второй-третий скил. Дамаксил. Ну, да. Трипов понимает с Кракеной. Правильно сказал, что все-таки за Максил Токсин Вард. Громный пушку Финсал. Да. Тут форса у нас на единичку, второй скил качнула. Так. Что у нас происходит? Что у нас будет фармить слизер? Ну, мне кажется, это будет Каганим. Чтобы на раннем уровне быть полезным для Канамбурга. Каганим, но не... То есть он соберет за 20... Тереть 28 минут, то это уже будет профитно, так как Каганим наносит литальные дамаги. Ну, просто... Посмотрим. У него просто 1600 денег на руках. Ничего не берет. Будет Яша и Бухарь. Голиуски против Паразита ПТЦ. Да, больше геометрии. Посмотрим. Снимать дебафы СТОНа, много есть применений. Тут Дэва сейчас пойдет и съест фарсу. Тут Торт промазал станом, это минус 2. Да, свист ультанул, Кракен даже ультимейт поставил. Редица Кракен, который у нас вроде бы, как бы, цемится ноль урона. Да. И сейчас будет падать Т1. Как ни странно. А, вот, Слизер подключается, как пушит. А вот на боте ребята сплитпушат, что правильно делают. Вот, засплитпушили, Паразит идет дальше. В Кэтмане. Ну все, и по Галде преимущества особо никакого нет. Как-то странно. Сакрифишил Стоун. Собираю себе Слизер, чтобы... Пуш-потенциал был еще сильнее. Правильным делом. А также физический армор. Точнее, просто броня. Всегда хорошо. Там Призонер. Там автоатаки, фарсы. Кракен грейдит с Вистимут. Да, ну... Кракен на 8 уровне решил прокачать первую способность. Видимо, хочет снимать арморы и замедлять. Да. Вовремя он, конечно, это сделал. Ну, просто... Он мог с него играть, так как он цинами Чершин привозил и убивал за Макшин. Ой, он, кажется, никого не привозил. Но на один раз там убили того Тарта в инвестии, и все. Ну да. А тут Паразит у нас имеет пазлы первого уровня. Ну, кстати, Нарчер, и Би, и Феннаджезер, и она может спокойно пойти свою сторону на комнате глибануть, так как герой не очень сильно... На боте у Слистера проблемы. Ну, призанил его, конечно же, убьет. На миде тоже. На прокаст. На миде не попадает с Таном. А вот Торт попал с Таном. Дева живет, живет. Дева живет, тут Свифлет приходит, нарезает Тарта, приходит Кракен, попадает ультимейтом, станет Фарсу. Укатал немножко не того. А, отличный Тином, Черш. Хороший, немножко не того зацепил. Ой, а сейчас Дева может поплатиться. Максовать на лолд УП, может, Крэй поплатиться. Да, у Свифта сейчас будет ультимейт. Свифт делает ультимейт, когда тут бегают крипы. Так себе идея. Ну и Свифтер умрет. И Свифт умирает. А тут Кракен бегает на фулл ХП, отбыл вторых скилл, призанера давать. Кракен имеет шансы. Кракен должен вторых скилл. Да. Молодец, Билл ТП-шку. Просто сбил ТП-шку продолжать. Все, а вот сейчас будет замедло. Ой, какой-то. Под минусом Мором, его калит наносит, что сейчас было. Ну, а Девы, я немножко не понял его действия. Да, его спасли, а он все равно решил прийти. Не, ну, он хотел там нанести дэмэч с Хука, помочь команде. Понятно. Может быть. Фарсы в Firebrand. Это тоже правильное решение. Потому что потенциал других предметов не вижу на них. Ну, разве что Инвиз, чтобы как-то пытаться ссовывать, убивать с упоркой. Для того же Джамп. Ну, Инвиз тут могут легко зафонтрить, поэтому... Ну, конечно. Ну, в лейте, может, она еще все брелкин журн. Опа, Девы попал Хуком, но тут вар стоит, и это минус торт. А тут приходит... Нет, ничего не будет делать. Кракен и делает это, ничего не делает. Паразит имеет... Ну, второго лава. О, Девы проблемы могут быть, а нет. Он их просто выцывает и идет кушать. Ну, мне кажется, команда Хлборна это легко отдохнет. Хотя... Ну, у Кракена сжигают ману потихоньку. Паразит. Отличный микроконтроль от Паразиты. Забыл своего крипам. Сейчас Пушка и получит 500 демейдж. А, нет, там и не получил демейдж. Почти. Опа, Кракен. Почти и застанет. Ультимейт от Призонера. Тут Лотстоун ультует. Минус Деваур. Хороший ультимейт. И это минус Призонер, минус Паразит. Форсап пытается что-то делать, ставит ультимейт. Отличный ультонный демейдж, но не хватает дубиться. Ну, забирает еще Лотстоуна. Могут. Хотя нет, я Лотстоуна перескивал ездить. Он может с этим лицом на развороте забрать. Я думаю, он это и хочет сделать. Да. Ой, ой, что он творит. О, Бошин. Он забрал, но... Спасибо. Лучше бы он убежал, на самом-то деле. Да? Потому что разминивается лидерный саппорт, это не слишком умно. Да, и команда ЛАЗ начинает лидировать, выиграв вот этот замес. И целый не адаптавр. И теперь лидирует и две тысячи экспериментов. Но не забывайте про лидера Смитарсом. Он наращивается в ГПМ, и это будет в скором времени опасным. Да, да. На ГПМ посмотрим, четыреста двадцать шесть ГПМ у с лидера. За ним Сливблэйд, который реализовался. Он уже с инвизом, кстати. Сливблэйд? О, Боже. Что он творит? Ну да, он закрутил в мидфайт там четверых. В четверых. Все билтонные экспириенсы. Не, ну там Кракен поставил хороший ультимейт. Прямо двоих, и тех двоих просто сбрили. Он апнул два левела на этом фейте, Кракен. Да. Дэва у нас собирает Хэлм овзо Блэк Лиджин. Ну да, чтобы он пройсил. А нет. Я обманул, он собирает себе шаманку. А, да. Ну, после этого, ну то есть, если бы он в теории сыграл Хэлм овзо Блэк Лиджин, он мог купить себе таблетку и однако же быть полезным. У Блица проблемы. Блица убьют. Дэва тут ультует паразита, но Дэва сдохнет. Кракена видят пазлы. Да. Кракена видят пазлы, могут убить. Три секунды до хука. А тут Лостон прилетает, ставит хороший ультимет Кракен. Дэв. Но тут нет команды. Без шансов. Помощи нет. Слизер кидает свои ворды в надежде спасти своих героев. И как-то, как-то... Кумбейтит потихоньку команда. Да, все преимущество уже потеряли. Целых, теперь целых 132 голды имеет команда Глебион. Преимущество это мало. Но сейчас будут подпушивать Т2. А все началось с Блица, который неаккуратно бегал у Тавера. Да, ошибочный игрок с Афортом. Поразит зашел. Опа, Лостон синициировал. Это будет минус лидер. Попадает хуком Бризонер. Слизер даже ультимейт не нажимает. Крутится. Наносит тонны дамеджа под минус Мэджик Армурану Лостону. Лостона ультует. Надо убивать. Фарсу убивает Деваур. И Тор тоже отъедет. Тор тоже умрет, конечно. Отличная игра. Очередной камбэк. Тысячи голды камбэчек. Целую тысячу голды камбэчек команду Флборна. Но они наказали за наглость. Скоро Пуш в теории будет иметь таблетку. В теории. В теории, да. Лучший айтенк на данной ситуации. А кранкин пока. Чтобы хоть доносить какую-то пользу своей команде. Не, но он и так, в принципе, полезный. В теме, это хороший сайт. Какой интересный артефакт от Призонера. Лично я, ребят, на самом деле, такого не ожидал. Висперин Хэллм. Не знаю. Ему нужно больше армора. Понимаю, но... Ну ладно. Будет Висперин Хэллм. Можно было купить же той, что бульварка, и от этого было пользы больше. Да, от бульварка... Это учителя как фокус. Нельзя решать. И ты их решили. Призонер. Может, он опирался на то, чтобы... С такой теншим-то в задоминировкой по этому очень полезно. Нет, он возомнил себя Кэрри, понимаешь? Ага. Кэрри на Изи Лейне же. Он на Изи Лейне стал. А это в эмпиризм. Не, ну Сан Санитарис, в принципе, неплохо нарезает. Ладно. Я не игрок на Призонере, всё. Да-да-да. Прошу прощения за такую навысь. Может, профессиональные прессионеры сейчас так и делают. Они ингрейдят себе Мисмин Хелм, стакивают себе иншей и забирают их с ультом. Ну, как вы знаете, пассивка работает под использованием скиллов. Он использует первый скил, второй скил он не может использовать. Но он может использовать скиллов, чтобы настакивать её пассивку. Да, конечно. И у него получается миллиард демейджа. Больше демейджа. Так, Слизер у нас будет собирать геометрию. Ну, надеюсь, что это так будет. Поехали с Бэйн. Потому что это лучший пример для этого героя. Для игры. Он может выйти из стана с лизера, от магии, фаразита, от ультра его стона, от всего. А гирьку он не выйдет? Не помню, я не проверял. Это ж... О, задоминировал нас презонер Минотавр. Минотавр так-то сам по себе полезен. Если хорошо за микроконтроль, он может решиться в этот момент, потому что даже в игру... Всё-таки не стану любым. Становое е. Фарсат, так, беспалево, прибежалось на МИД. Снесла Тавр, но светало темы здесь. Да? Да, это будет минус фарса. Надеюсь, что это так будет, потому что в такие шипки будут не отпускать. Микростан сбил ТП фарсет. Ну, отдала себя за Тавр. Ну, это был правильный мув, потому что на Топиев в это время кушает в игроках АМСПОРТ на ТАРТИА. Он пропушил и делает ТП на базу. Тем временем прессионер, как лев, скрывается в лесах и ждёт добычу табуц. От команды Хеллборда тем временем забирает Конгора. Да? Кадмину с Аймором Крайпием это будет несложно. Кроме, тем более, Диоуэр имеет ДД. Ну, мне кажется... Айз, да, Изи Конгард. Да. Команда Легиона, скорее всего, подозревает, но у них варда нет? Вижена нет. Команда Легион ничего не подозревает. Потому что... Причём, никого не было на карте. Окей, ну да-да-да-да. Кэррифул под Тауэром ждёт, пока его выйдут убивать, но его никто не убьёт, по сожалению. Токен на Свифте. Свифт скоро будет тоже топ ГПМ. В принципе, он после Сизера топ ГПМ. Свифт — это такой герой. Да. Нажал две кнопки? Да-да-да. Простота героя меня очень радует. Кстати, Паразит сейчас с пазлами спокойно заберёт Дева. Ждать игру своими действиями, но он или не победит. А, Диобор тоже не победит, он или имеет пускай. Да? Ультимейт замедло. Садится в некратный... Он пишет, Свифтёр, Свифтёр, давай. Да, он видит Свифта, у Свифта нет маны, но у Свифта есть токен. Тут Лостон мадает, стану, у Свифта их теперь тоже промахивается. Так, на Свифта надо забирать. Всё, минус есть, били токен. Лостон 0 молоко. Тут улетает Кракен. Сейчас будет переворот из Мессу, боже. Что творят эти... Опа, Призонер застанил Свифта, убили Свифта. У Паразита могут быть проблемы, Лостон на ОФП. Физического дэмэджа от Призонера. Опа, Форсу съедает Дева. Дева убивает Форсейкин Аршель вместе с Бритцом. А сейчас Слизер... Нет, Слизер не отъедет, потому что нет Чилиски Лостона. Да. Была Пчилиска? Не, в смысле, у него нахудал они. Да, и это минус Лоби Суфта. Пытался Лостон убить Дева Ура, но у него-то и есть клевый темп, который называется Шимон Хедрес, который спасли. А всё началось с того, что Паразит хотел убить Дева. Да. Ну, мне кажется, Сон как-то неправильно начал. Нет, это была ошибка. Потому что он дайвил, можно подумать, на базе Хелборна, а там был Сифт с токеном. И этот токен решил тем, что они такие видят. О, 2-го Суфта на ловко, да давай мы тебя убьем. Не, ну они его убили, довольно-таки хорошо использовал ультимейт-призонер, там застанил, из-за чего Суфта сдох, собственно. Пока они его убивали, команда Хелборна подошла и помогла этому герою. Да, агоним на Слизере, как ты и говорил. Агоним? Вроде бы это бывает... Я думал, что Сигеометри будет. Ну, агоним в 27-ой минуте. Ну, однако, что будет неплох, так как у команды Легиона нету Горкинг-бара. А Слифта Генжурка? А, вот такого Генжурка. Я думал, Слизер Генжурка. Блиц у нас с Мекой гоняет. ПК на Деву, ПК на Кракене. Ну, это ошибка, то, что Девуар купает ПК. Просто зачем ему третануться Гасты? Не знаю. Я предпочитаю Стимы. Девауар. Сольфта Генжурка в том, что Гаста Генжурка может подбежать и хукнуть. То есть, это дает скорость, да? То есть, следующие приметы должны ему давать стату, или что-то такое. Ну, что-то должно быть, чилис, таблетка, ну и там дальше что-то такое. Ну, он хочет инициировать. Все-таки с ПК Дева и вместе с ПК Кракеном можно спокойно убивать форсу. Если он купил ПК, то ему не нужно было брать Гастмаркчерс. Так как он у него, это скоро, естественно, у него есть ПК. Как зафармил Крепа сейчас Девы. Ну да, получилось сколько там, 13 колдей зверху. Ну, почти выкукал Призонера. Так, сейчас будет Драга. Паразит вызывает Некров. На самом деле, когда Паразит вызывает Некров, нельзя драться, надо задоджить этот файт. Да-да, ты прав. Сейчас закончатся пазлбоксы, можно файтить спокойненько. Чего-то не скану, но Блиц понимает, что игра будет длиться очень долго и решает... Мидас. Да, Мидас. Ну, это профитно, так как игра будет длиться очень долго, по его мнению. Ну, они выигрывают 5000, это на самом деле камбэк и ци одним замесом. Вот, про опыт я вообще молчу. Так, ну форсы через... Вот этот тот стак. Так, будет БКБ, Штанкенхэд. Ну и можно будет полноценно подраться. Да. Ну, все, пазлы закончились, надо убивать. Паразит у нас будет выходить в Хигсу. Стандартно. Да, правильное решение. Так, тут ДВ, Блиц, вся команда. Да, вся команда. Дали скорости просто так. Опа, да, пусти. Ну, лутстоуна нельзя нецелить, это точно. А вот форса, которая с лоу хп бегает. Кракен стоит ультимейт, выходит свист, убивает форсекенарчеру ультимейтом. Тут пизанер делает свои способности, будет минус Кракен. Хороший ультимейт от Лостона, но некому продолжать. Да, и они выиграли за месяц, учитывая то, что с лизером утонул в паразитах. Да, там просто форсекенарчер на лоу хп бегал. Кракен прекрасно залесел, поставил релиз. И уже 9000 преимущества. И 18000 хп. Однако, ошибки, ошибки случаются, и сейчас она была от форсеки. 480 гпм, нас лизерили почти 500. Можно было как-то обойти на топе, поформить, доформить свой шлингенхэт и уже идти пендрить, собираться. Ну, они не знают, что их поджидали. Вардов не было, вижена не было. Вот так вот. Всё-таки алхимики с лизера себя оправдали, получается. А, стой. Как же я забыл. Алхимики же не только дают фарм, они ещё и кондят. Вот так, против паразита. Да. Очень. Боже. Серьёзное ТЛП. Да? Убиваешь крипа, и паразит бесполезен. 5 секунд, как минимум. Дополнительное золото. Ну да, золото, конечно. Ну вот, геометрия появляется на связи, тактическая пауза. Видимо, команда хотела пополниться на следующий мотивистин. На толчок? Ну да. Хорошо. Но я думаю, Легион уже, как бы это не изучал, не отыграться. Тяжело. Не, отыграться можно, на самом-то деле, но это надо очень сильно. Постарался и неправильно использовать скиллы. Упустили тот момент, когда у них было преимущество 100 голды. Вот в тот момент нам было держаться за него. Тогда надо было... Ну, они правильно делают то, что Tower Push'em, но нужно было отходить пораньше, наверное. Так как их команда, вроде бы, умела не слишком много хп и ресурсов для хайка. Ну, вот так вот. Не удалось. Ну, фарсы через 150 монет будет Шранкен, но Шранкен не спасает от ультимейта сифта, не спасает от стана Кракена. И, да-да-да. И дэвы можете съесть спокойно. То есть, Шранкен не сильно себя правдует. Хотя, это логично. Крути, слизера... Ну, слизера, она наносит тонну дэмэдж. Если он собирает Шранкен, он получает тонну дэмэдж, если он его не собирает, он получает ещё больше дэмэджа. Ну, в конечном итоге, можно было сделать вывод, что ей нужна Тараска, да? Ну, не, я думаю, тут геометрия против свифта довольно-таки неплохо смотрелись бы. Ну, он решил, не дохмаривайся. Ну, ладно, Шранкен, хорошо, Шранкен. Магический дэмэдж блочит. Хорошо, вот Блиц у нас с алхимиками бегает. Блиц, а 25 дэмэджа нет, у него есть мекка, ещё неплохо бы иметь толкалку, чтобы уходить от стамы фарсы, где-то можно. Ну, типа двух некров сразу смогут убивать, ребята. Прямо одновременно. Получается, из-за этого тысячи голы. Бедный торт только стрейдера имеет. И всё. Да, и по мижену такой большой провал. Лишь один вард, а не два варда. Из-за этого они теряют преимущество, ну, точнее, потерялись сейчас. Его не так много было, они в конце его обсуждают. Да, ну, мне кажется, это игра всё-таки за командой Love. Посмотрим, вдруг это играется. Вдруг получится. В принципе, всё возможно. Да, и не такие игры можно выигрывать. Если дадут хороший рассказ, такие герои, как Криссионеры и Лус Стоун, то всё там. Да, это очень много дэмэджа. Броню всем снимет Лус Стоун, и фарса всех забьёт. Нет, нет. Под минус с миническим армором, это дикая комбинация. У неё ульта магическая, так что не надо. Она просто стынчик всех завалит. Походу, там парень долго, прям вообще надолго ушёл. Так, тут я чатик читаю. Напомните, что даст тав с лизера. Во-первых, увеличит дэмэдж. Во-вторых, ультимейт может нанести смертельный уран. То есть он добивает противника, а не оставляет 1 хп. Это насколько я знаю. Да-да, так он и есть. Насколько я помню, я последний раз читал. Но тут почему-то в описании не говорится, что он наносит смертельный уран. С аганимом. Составов за мастерством. Ну ладно. Присмотрись и увидишь, что 8 единиц урона смертельные. Магическую урон в секунду. А, вот тут вот. Да, но всё-таки смертельный. Я был прав. Так что... Никакой ложной инфы не было. Так, продолжается игра. Ну теперь в команде региона стоит пытаться доджетси файты и дождаться шранкина форсии. Пяти уже подраться. Да, шранкинт сейчас будет вон, одного племя дофармить. Я думаю, нужно устроить файт на Конгаре. Ну или попытаться как-то его забрать. Они сейчас проигрывают 13 тысяч, они проигрывают по артефактам. Ласт файт. Либо по одному как-то поймать. Вот он шранкинт не хотят. За тяжело. Геометрии. Геометрии с БН. Он вроде бы Блиц купил мидас и он имеет фарм как Кракен. Дальше, наверное, больше. Ну да, так и... Но это же Саппорт, а не Суитизер. Саппорт же должен иметь больше фарм, чем Суитизер. В смысле Саппорт больше фарм? Да. Ну, Кракен 1.7, он 0.3.0 в начале играл. Я иногда играл со своей командой, и Саппорт всегда имел где-то больше, чем у меня. Так что у меня с вот этого сложилось такое мнение. Я бы осмотрел Саппорт Блиц 16-й левел. Да, по экспертам. И Саппорт 9-го. Да, это все из-за проигранных файтов. Потому что лайн фаза была практически полностью за команду региона. Кракен и Федорио как бешеную. Ну, да. Зимогур слышит меня и покупает агрейшенную шаманку. Да, барьер. Ну, Magic Damage от ульты и фарсы надо как-то блокировать. Ну, да. Или уменьшить, во всяком случае. Ну, если там еще тот каким-то случаем попадет своим станом. Ой, точнее, он всегда не попадает. Ну, просто. Чтобы заблочить этот демейдж. Это просто хороший артефакт на команду. Да, да. И для девы прекрасный артефакт. Вонялкой меньше демейджа себе наносит. Еще, 3-ти скил ему дают магическую защиту. Там просто 19 магической защиты. Бротик. Да. Что-то команда легиона пошла и ушла. Ну, у них это, Team Farm. Они фармят маленький стак крипов. И на миде фармят крипов, когда на топе тут свист. Ждут Конгора, ребята, из обеих команд, я думаю. Инди, мне не тайминг. Просто гейгута полного. Хотя, Хеллборд может пойти на боте Т1 запушить. Там, 200 хп. Ну, вот они пошли, слизер уже пошел. Ну, еще решать то, что в условии у него не появляется айконов. У него после бка не появляется ни одного айкона. Ну, у него 200, это либо выкуп, либо еще что-то. Тут Кракен быкует. Станет Кракена. Бразик почти убивает Кракена. Кракен не успевает, даже ультимейт поставит. Минус 2. Свифта тоже забирают. Дева также погибнет, а слизер... А слизер ультанул под 7. И сейчас будет что-то негативное. Ох, как выкупал хорошо Девауэр этого призонера. Ну, дай мне еще не исключиться от ульты слизера. А, может потому что он ее купил слишком поздно? Да, может быть. Ну... Девауэр уходит такой аут. Отлично. Как-то Кракена сбрили и все. Да, они не имели ульты Кракена. Мм, слизер вайбекнулся. Ну, плохое решение. Рейдж вайбек? Да, я не знаю. Это не рейдж вайбек, это не стейк вайбек. Ну, запушит и все. А, может убить Паразит, и как же я сразу не понял этого? А, нет. У него КД на алхимиках. Но он Вич даже боится сейчас просто пойти лицо вломать, а не вот идет. Там команда опередения, да, дефицит. Да, ну, Кракена хорошо убил Паразит, он его законтрел. Да. Просто ты ультимейт, первый скилл и с позвольной убил. У Хиллборна файта намного слабее, если они не имеют ульты Кракена. Да, Кракен всех в кучку. Ну, и там Девавор как-то завоняет. Ну, Девавор начинает собирать, что это, Хекс или Ленка? Хекс, надеюсь. Мне кажется, этот игрок собирает клевые темы. Я думаю, что тут будет Ленка, я надеюсь. Так, шаманка на призонере. Очередной конграр для команды Хиллборна, Легион не торопится. Да они даже этого не знали. Ну, они должны видеть на карте иконка. А вот барбит армора Лотстоуна. А, то, что в конграре появился, ну да, логично то, что команда Хиллборна сразу его убьет. Да, дают токен с лидером на этот раз. Девавор не потерял не так много хп, так как он может не идти регениться, а сейчас пойти и, ну, закончить игру. Явно преимущественно скорее Хиллборна. 14 тысяч экспейд, ринденские голды, это чувствуется вайпом их в уровнях. Ну да, шаманка. Сейчас они его подождут и уже пойдут драться. Да они, мне кажется, не дождутся, а пойдут драться. Это будут ошибки, точнее, это может быть ошибки. Просто какое преимущество им сейчас, ему нельзя потерять. Вообще, я не знаю, почему они на Миде тусуются, надо пойти, работали на топ. На Миде снесли один барак, милишный тем более. Ты что-нибудь слышал про TeamFarm, это когда им пять человек ходит и фармят по одному стаку? Вот это вот сейчас происходит по команде Хиллборна. На них сейчас могут зафармить фарсу? Потому что файт у них будет неплохой. Кракен в инвизии, надо зафармить. Да смотри, Свифт заходит. Да-да-да. Хотел уйдануть фаразита. Что-то Дэва прожал барьер, все убегают. А, этот вард, который мы видели, кракены. Все убегают. Кракен боится хукать. Ну тут Дэва боится хукать. Под вардом стоят. Нет, мне кажется. Будет неплохим дышать. Лодстоун залетел. Сейчас застанет Блица. Паразит решает убить Блица. В это время Дэва съедает лодстоуна. Слизер уйдует по троим. Свифт в шранке всех бьет. Фарса тоже бьет со шранкой. Свифт убивает. И команда Легиона просто... Слизер отравляет. Токен не ставит. Да нет, тут все за хоборном. Да, ПТГ. Просто потеряли одного кракена. Фарса сразу же байбэкнулась. Но это ГГ. Ну, в принципе, команда играла ровно в начальной стадии игры. Просто был определенный момент, когда они потеряли свое огромное преимущество в целых 132, кажется, голды. И из-за этого перевернулась игра. Да, когда они пошли на Т2, все погибли. Ну и все, и все преимущества. Ну что ж, поздравляю команду Лав с победой. Они проходят дальше. Чем-то мне понравилась ваша игра. Да. Ну все равно хорошо, достойно сражались. То есть не было такого резкого... В одни ворот. Да, то есть то одна команда выиграла, то другая. Что ж, мы, наверное, закончим сейчас эту трансляцию, так как игра будет в 20.00, следующая. Где у нас играет команда Изи и команда Бейт. Так что ждите в 20.00. Всех вас ждем. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...